Уже шестой год подряд мы объединяемся, чтобы помочь друг другу. Семьям Абакана, которым необходима поддержка, особенно когда впереди такой важный этап – учебный год, и ребенка нужно собрать в школу. В этом году эксперты подсчитали, что на это уйдет больше 15 тысяч рублей. И такие средства есть не у каждой семьи, а если у родителей несколько детей, а с оформлением социальных выплат возникли проблемы, тогда на помощь идут волонтеры, представители фонда «Дети Абакана». Конечно, за шесть лет, что мы проводим акцию «Абакан идет в школу», уже сложился такой четкий алгоритм работы. Списки всеми образовательными организациями составлены, выверены, наше управление образования их обобщило. Взяли также списки от старост, от соцзащиты, проверили, чтобы не было задвоений. Конечно, адресатов акции у нас ни один год меньше не остановилось. Дети нуждаются в нашей помощи, заботе, внимании. И поэтому во всех школах города и во всех детских садах были открыты пункты помощи «Подари детям». Горожане тоже могут позвонить и рассказать историю семьи, которой необходима помощь. К сожалению, с года в год увеличивается число учеников, родителям которых не обойтись без поддержки. В этом году их порядка четырех тысяч. Поэтому важна помощь каждого неравнодушного человека. Активно семьям помогают коллективы предприятий и организаций, предприниматели. Так, текущим летом 87 семей нашего города получили продуктовые наборы. И это тоже большой плюс для родителей. Канцелярские товары – это не единственное, в чем нуждаются дети. Мы также призываем организации присоединиться к нам. Нам уже пожертвовано два персональных компьютера. Да, они не новые, но техническим высоким требованиям компании они не удовлетворяют, а для учебного процесса вполне подходят. В этом году нам впервые предложили ученическую мебель, а это на самом деле важно. Когда школы обследуют семьи не совсем благополучные, зачастую видят, что у детей даже негде учить уроки. То есть учебное место детям тоже, конечно, необходимо. И если кто-то из неравнодушных абаканцев готов также оказать помощь, например, помощь ученической мебелью, ученической одеждой, формой для занятий спортом, или, например, у вас тоже есть какой-то с нормальными характеристиками персональный компьютер, который вы хотели бы передать семье, а зачастую в таких семьях не один, а два, три и более детей, где этот компьютер послужит учебным задачам, мы, конечно, призываем вас с нами как с фондом связаться и такую помощь семьям оказать. Наш город помогает не только местным школьникам и их семьям. Уже второй год собирает помощь детям Донбасса. Жители новых территорий в трудной ситуации. Увеличилось количество детских домов. Многие семьи живут в разлуке. Поэтому наша помощь важна. Книги, спортинвентарь, одежда, обувь, в конце концов, наши добрые пожелания, которые можно вкладывать в посылки. В ближайшее время состоится отправка на Донбасс. Помощь в рамках двух акций «Абакан идет в школу» и «Абакан детям Донбасса» можно приносить в кабинеты старост жилых районов, в детские сады, школы и в главный пункт приема – в Центр детского творчества. Принимаются и денежные пожертвования. Их можно сделать с помощью QR-кода. Все средства будут направлены на закупку канцелярии, вещей, спортивных товаров.